Всем доброго дня, меня зовут Александр, я основатель канала Декор Лаб Арт, по нанесению декортины штукатурок у нас сегодня будет видео по нанесению травертина на больших объемах, это будет на горизонтальные нанесения. Да, очень много нюансов есть при нанесении, но кардинально ничего сложного нет, потому если вы являетесь моим подписчиком, вы ко мне можете обязательно обратиться, я вам всегда помогу, если вы не являетесь моим подписчиком, тогда подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, также ставьте колокольчик и ко мне обращайтесь. Внизу в описании все мои контакты, есть контакты на фейсбук, также есть контакты на инстаграм, также внизу есть мой номер телефона. Если будут у кого-то какие-то вопросы, обязательно обращайтесь, я вам всегда помогу, также не забывайте, что у меня на канале сейчас происходит розыгрыш вот такого-то инструмента. Заходите на видео, где проходит розыгрыш и также участвуйте в самом розыгрыше, внизу в описании есть все условия, если что, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будет очень краткое описание материалов, которые нам будут необходимы. Итак, первое это грунт глубокого проникновения, дальше идет нас грунт кварцевый, это идет не глубокого проникновения, это идет отдельный грунт, кварцевый грунт, еще раз говорю, в описании есть все названия. Дальше нам понадобится мармарин макси или структурная краска, это все зависит от того, как нам лучше делать. В реальности можно заменить структурной краской, но в данном случае на больших объемах все-таки лучше использовать мармарин макси торговой марки Fadal. И дальше также защитный слой воска, у нас будет только будет в двух вариантах, это у нас будет цветной и не цветной сам воск. Первое, что нужно сделать, это конечно же загрунтовать основание грунтом глубокого проникновения. Так как я это уже на видео не показывал, потому что в данном случае грунт глубокого проникновения наносится очень просто и легко, закатали валиками и все. Дальше у нас мы наносим грунт кварцевый, мы наносим его в тонированном цвете, мы наносим хаотичными движениями в больших объемах и на любых объемах мы всегда разводим кварцевый грунт грунтовкой, где-то на процентов 10, для того, чтобы его было легче наносить. После того, как кварц грунт у нас полностью подсох, мы приступаем к нанесению мармарина макси. Это идет у нас торговая марка Feidal, мармарин макси. У меня часто спрашивают, можно ли использовать данные материалы на фасадах. Да, ребят, можно использовать, просто нам нужно будет фасадный мармарин макси, он тоже есть. На видео я поставлю картинку его и также в описании напишу, что такие вот материалы есть. Первое, что нужно сделать, это затянуть сам мармарин макси просто на сдир. На больших объемах, когда делаете, старайтесь, чтобы он у вас был очень ровный, то есть стягивайте на сдир. После того, как у нас мармарин макси первый слой полностью подсох, мы приступаем к нанесению второго слоя и формировки рисунка. На больших объемах нам нужно работать очень быстро, потому что материал, если температура очень высокая, будет очень быстро подсыхать. В данном случае мы берем, наносим его, дальше разравниваем, также делаем запуски на углы и берем дальше большой шпатель и делаем продир. Это идет у нас горизонтальный продир. Материал рисуется очень легко, в данном случае мы взяли, нанесли и сразу же продерли. То есть мы не даем, чтобы материал нас подсыхал и там другие какие-то характеристики, потому что в данном случае этот момент можно очень пропустить. Потом мы взяли и сразу же нанесли, сделали продир и сразу же сняли углы. То есть нам углы нужно будет над ними немножко поиграться, потому мы делаем немножко запуски. В данном случае нам легче будет забрать материал, чем потом его добавить. Такой же техникой нанесения мы продолжаем наносить сам мармарин. Так как я уже говорил, он у нас идет тонированный. Берем, наносим на небольшом кусочке, я думаю вам видно, что я делаю немножко такие наплывы на углах. Дальше я беру шпатель и делаю сразу же продир. Продир я делаю горизонтальный. В данном случае на мелких, небольших участках это делается очень все легкое. На больших объемах есть некоторые нюансы. Этот объект очень большой был. На больших объемах нужно было 4 человека, чтобы мы это все хорошо сделали. После того, как материал немножко у нас подхватился, подсох, мы приступаем к его уплотнению и полировке. Я сразу же знаю, что спросят, какое время нужно дать. Ребята, в данном случае где-то прошло, наверное, минуток 15. Материал делается немножко такой матовый. Это идет очень хороший показатель того, что материал нужно приглаживать и подполировывать. Также очень большое внимание мы определяем, конечно же, углам, чтобы мы их не сбили. И еще небольшое видео. Это идет у нас отделка арочного проема. Это идет у нас вверх. В реальности очень сложная работа. Очень сложно на руки. И очень так неприятно его наносить. Но ничего с этим не поделаешь. На арочных проемах эти узоры очень круто смотрятся. В реальности очень крутой рисунок. И так же мы взяли нанесли, дальше мы сделали рисунок и продолжаем в той же технике. На углах мы материал немножко запускаем, дальше забираем. И после того, как у нас материал полностью подсохнет, мы будем приступать к защитному слою воска. У нас будет два слоя воска. Первый слой воска мы просто закатываем валиком. Это бесцветный слой. Он наносится так, как обычная краска или там лак, как я всегда наношу. Просто берем, закатываем. Дальше у нас слои будет цветного воска. Но это уже немножко будет попозже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова После того, как наш травертин полностью подсохнет, мы приступаем к нанесению финишного слоя воска. Итак, хочу сразу же сказать, на небольших объемах можно сразу наносить цветный воск. Так как у нас объемы очень большие были, нам нужно было загрунтовать основание. Принцип грунтовки у нас следующий. Сначала мы берем воск 2,5 литра и добавляем в него 50% или воды, или грунта. То, как хочет. Не принципиально. У нас получается очень жиденький сам материал. Мы берем просто, закатываем его на большой площади. Мы закатываем просто валиком его. Ничего здесь сложного нет. Проходим вверх и также закатываем основную площадь. На самой объеме мы берем, наносим сам защитный слой. Это идет у нас Дековаш. Эта фирма идет на свой дал. Мы наносим его мочалочкой и сразу же и растираем его по рисунку. Так как у нас идет горизонтальное нанесение. И растираем мы его по горизонтали. В общем, в нанесении воска ничего сложного нет. Он очень легко наносится и очень легко затушевывается. Здесь нам самое главное немножко нанести самого цвета, чтобы сделать легкую прорисовку самого рисунка. В данном случае, когда вы это наносите, вы берете на 1 тон темнее самого материала. Всем большое спасибо за просмотр. Если будут у кого-то какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. Все мои контакты есть под видео. Есть ссылки на инстаграм. Также есть ссылки на фейсбук. Обязательно обращайтесь. Также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. До свидания. Хорошего дня.